Целым ромашковым полем раскинулись развлечения для ребятни в двойной праздник, а эмоции детвора были раскрашены во все цвета радуги. Уже в третий раз в Верхней Салде проходит акция «Радужное колесо». В этом году она отличалась разнообразием средств передвижения. Велосипеды, самокаты, рульки. Оказывается, современные дети ездят буквально на всем, что имеет колеса. Это самокат с двумя колесами надувными щенами. Беговел, он без педалей. Беговел, он без педалей? Давно ты такой умеешь кататься? Да, давно. Десятки мальчишек и девчонок стартовали от Дворца культуры и через 10 минут финишировали в парке имени Юрия Гагарина, где ребят ждал сюрприз – выступление иллюзиониста. Затаив дыхание, публика наблюдала, как фокусник Сергей Гураш превращает букет в светильник и творит настоящие чудеса. Чудо перевоплощения происходило и в Краеведческом музее. Здесь царила атмосфера ностальгии. Гости знакомились с экспозицией выставки «Солдав в фокусе» и историей пионерских лагерей. Участники мероприятия вспоминали счастливое детство. В первой школе я начинал, меня в пионеры принимали в первой школе, даже в октябре-то. Потом уже в 14-ю школу я пришел, когда открыли. Ну все, старинойка, вернее, детство навеяло, как говорится. К сожалению, ни лагерь имени Олега Кашевого, ни лагерь имени Павлика Морозова на сегодняшний день уже не функционирует. Ну и в первую очередь это, конечно, связано со строительством новой Исинской плотины. Родина могучая, вот такой у нас народ, вся страна мягучая. Родина могучая, вот такой у нас народ, вся страна мягучая. Подпеть хору деревни Северной и народному коллективу из Дома культуры «Рассвет» салдинцы могли в парке имени Юрия Гагарина. Он стал центром народных гуляний. И в праздничный день именно здесь открылась аллея искусств. По соседству с народниками звучала классика в исполнении Дмитрия Якимова и Ивана Раскопова. Музыкальные фантазии воплотили ребятишки, в распоряжение которых попала яркая фортепиано. А по соседству с артистами развернулась выставка мастеров и умельцев Центра художественного творчества. Любимая внучка Дашка живет в Санкт-Петербурге. Я поеду скоро к ней и купила вот такую вот пижамницу, потому что она вещи разбрасывает только так, туда, куда попала. А сейчас мы с ней привяжем кроватки вот так вот, и она будет пижамку свою класть куда полагается. Настоящая русская ярмарка, чего здесь только нет. Домашние обереги, картины, книги, миниатюрные деревья, бонсай. Особый спрос на цветы. Шикарный цветок, это ушкома. Она росла два года. Посмотрите, какой цветок. Ромашка – символ лета и самое простое гадание о любви. Но это цветочки для девушек. Мужчинам и детям подавай ягодки. Те, что потом, те, что не лапские. Что вы еще сегодня привезли сюда на выставку? Оладушки, грибочки, сметану, творог. Ну и поделки наши. Мальчишки делают воинственный мейкап, девчонки ткут ковер счастьем. А самые маленькие салдинцы ловят позитивные эмоции на детской площадке по соседству с парком. Катаясь с горок и терпеливо выуживая рыбу из бассейна. И у всех без исключения ромашковое настроение. Лето – это праздник, лето – это тепло. Лето – это дети, лето – это семья. Целыми семьями стекались горожане на спортивные мероприятия в честь Дня молодежи и Дня города. Когда в назначенный час верхняя салда превратилась в единую спортивную площадку. Хотелось бы, чтобы все приобщались у нас к здоровому образу жизни. Тем более сейчас это довольно-таки модный тренд. То есть быть здоровым – значит быть актуальным, быть востребованным в том числе. В 13 часов по улице Парковая был дан старт соревнованиям по лыжероллерам. Главным сюрпризом забегов стало участие в них двукратного олимпийского чемпиона, одного из самых титулованных биатлонистов России Сергея Чепикова и бронзового призера олимпийских игр Турина, лыжника Ивана Алыпова. Сегодня у меня будет первая, так скажем, тренировка и сразу соревнование на лыжероллерах в этом сезоне. Не в форме, поэтому отказался от участия в действительно таких вот уже более профессиональных соревнованиях. Сергей Чепиков в последний раз приезжал в наш город 7 лет назад. Он высоко оценил уровень подготовки соревнований. Великолепный праздник, день города и тем более эти соревнования приурочены к этому. И они очень интересны. Иван Алыпов здесь призер олимпийских игр. Наши две команды будут друг с другом соревноваться. И хотя Алыпов и Чепиков друзья по жизни в спорте, они не оставляют друг другу ни малейшего шанса. Я буду участвовать, насколько я сейчас понимаю по регламенту, я буду участвовать вместе с Сергеем Владимировичем Чепиковым. Ему я поддаваться не буду точно. То есть у нас с ним давние дружеские отношения, но на трассе мы всегда соперники. Спорт есть спорт. И тут уже все будет решаться именно на этом асфальте. Ну а пока на асфальте стартовала спринтерская гонка. В ней приняли участие 18 спортсменов, сильнейших лыжников Верхней и Нижней Салды, Лесного, Режа и Екатеринбурга. Зажигательно и задорно представлял всех участников областной ведущей Евгений Захаров. Внимательно наблюдал за ходом соревнований президент Федерации лыжных гонок Свердловской области и заместитель министра по инвестициям и развитию области Дмитрий Нисковских. Я болею за то, чтобы наш спорт, любимые лыжные гонки, развивался. Здесь великолепные условия в Верхней Салде. Есть и лыжероллерная трасса, есть и зимой освещенная трасса, снежные пушки, ретрак. То есть мы очень довольны тем, как проходят здесь областные соревнования. И в дальнейшем планируем эти традиционные старты поддерживать. И все начинания, которые здесь есть в городе, мы считаем, что будем продвигать. И если потребуется от нашей Федерации лыжных гонок Свердловской области какая-то помощь, мы готовы всесторонне оказывать. Впереди болельщиков и спортсменов ожидал яркий финал, в который вышли два салдинца – Евгений Муромцев и Александр Камелин, спортсмен из Рижа Николай Крючков и Илья Муромцев из Леснова. Еще один сюрприз – Илья и Евгений оказались братьями. Мы с детства вместе занимаемся и очень часто вместе попадались в соревнованиях и соперничали. Тренировки проходят часто вместе, как бы мы помогаем в этом друг другу. Допустим, кто Илья тащит, то я. То есть что-то он у меня подчеркивает, какую-то там технику подсмотрит, что-то я у него подсмотрю в свою очередь. Потому что Илья по-младшему выступал очень здорово, был чемпионом России. Вот звучат команды на старт, марш и лыжники срываются с места. Евгений Муромцев, как и в предыдущих заездах, не форсирует события и становится в середине группы. Преодолев половину дистанции, двое спортсменов отрываются. По красному шлему одного из лидеров понимаем, что это Евгений Муромцев. Женя и стал победителем гонки. Вторым пришел гость из Рижа Николай Крючков. На третьем месте еще один наш земляк – Александр Камелин. Стартовал чемпионский забег – лыжероллерная эстафета между командами Сергея Чепикова и Ивана Алыпова. У обоих спортсменов брошь с изображением ромашки на счастье. В состав эстафетных команд вошли руководители верхней солды Алексей Забродин и Константин Ильичев, а также юные спортсмены нашего города. Судьба команды-победительницы решалась на последнем этапе в конкуренции между Иваном Алыповым и Сергеем Чепиковым. Команда Алыпова выиграла у Чепикова 0,35 секунды. Участники эстафет были награждены подарками от корпорации. Именитым спортсменам были водружены на голову короны, изготовленные из титана, исполненные в виде венка из лепестков а-ля римские триумфаторы. Для имени, почему она лавровый венок из титана! Иван и Сергей имеют многочисленные золотые, серебряные и бронзовые медали, но награда из титана была получена ими впервые. В ходе награждения выяснилось, что корона Алыпову чуть велика. Но Сергей Чепиков не растерялся и обменялся с Иваном. Всегда мечтал иметь такую, у меня мечта сбылась. Я думаю, что мы еще больше будем любить спорт, будем любить активную образ жизни, чтобы наше подрастающее поколение занималось спортом, а не другими какими-то вредными привычками. Всем спасибо! В свою очередь чемпионы преподнесли в подарок городу комплект стартовых номеров для дальнейших соревнований. После все желающие могли сфотографироваться с Чепиковым и Алыповым и взять автографы у именитых спортсменов. Имена участников силового экстрима «Мистер Мускул», организатором которого выступили заводская молодежка и сектор по молодежной политике администрации округа, также на слуху у любителей тягать тяжести. Чего только не вытворяли участники шоу и поднимали на скорость на сцену бочки весом 65 килограммов, кантовали покрышку Белаза, поднимали железное бревно за полторы минуты и не только. Победа на этот раз вновь досталась Александру Медведеву из цеха номер 21 в СМП. А тем временем на трибунах стадиона «Старт» не осталось свободных мест, ведь начинался мастер-класс для детских и юношеских команд футбольного клуба «Титан» от игроков легендарного московского «Динамо». Ведение, удары по воротам, пасы – все это можно было увидеть в исполнении юных футболистов под руководством ветеранов «Динамо». Этот мастер-класс легенд футбола салдинские футболисты запомнят на всю жизнь, а вымпелы, подаренные подрастающим спортсменам командой ветеранов, будут хранить с особым трепетом. Думается, что бережно будут относиться и к мячам с автографом футболистов «Динамо Москва» салдинские ребятишки, которым пришлось побороться за трофеем в различных конкурсах. И сразу 40 мячей с автографами были переданы легендарными футболистами в образовательное учреждение в Верхней Салды. После небольшой разминки футболистов взрослого состава «Титана» и «Динамо» началась игра на протяжении двух таймов по 25 минут. Ветераны «Титана» сразу полетели в атаку. Казалось, они сметут оборону «Динамо». «Динамо» отвечали позиционными атаками. Вот очередная. Ионкин выходит один на один с голкипером Сметаниным и открывает счет в матче. 1-0. «Титан» впереди. Затем скорость игры упала. Все больше начинает сказываться класс игры футболистов «Динамо». Сначала Сергей Кирьяков выравнивает счет, а затем футболисты «Титана» позволяют «Динамовцам» вольготно разыграть мяч в штрафной, что приводит ко второму взятию ворот. 2-1. Ветераны «Динамо» впереди. Во втором тайме наши футболисты начали передвигаться активнее. Результат штрафной в ворота «Динамо». Перекладина спасла ворота «Динамовцев». Затем пошел открытый футбол. Команды играли на встречных курсах. Итог встречи 4-3 в пользу легенд футбола. Лучшими футболистами команд были признаны Дмитрий Панкратов от «Титана» и Сергей Кирьяков от «Ветеранов Динамо». По статистике на счету Сергея более 100 забитых мячей. В этой игре он автор трех голов. Мне, во-первых, приятно участвовать в таких играх, где собирается много народу, где у людей праздник и, соответственно, образом еще играть. Я сегодня рад, что мы сегодня забили, как мы, как наши соперники, хозяева, забили много голов. И самое главное, чтобы зрители сегодня получили огромное удовольствие. Наверное, то, что и было. Во-первых, здесь очень неплохой, такой симпатичный стадион. Вижу, что есть определенные условия для того, чтобы и дети здесь тренировались, и первая команда, насколько я знаю, играет, тоже здесь выступает на пеннице «Края». Поэтому я думаю, что это правильно. И самая главная ваша задача – растить маленьких звездочек. В перерывах между таймами болельщики восхищались выступлением команды чирлидеров «Феномен А». Девушки-танцовщицы и балерины, и кандидаты в мастера, и мастера спорта по художественной гимнастике. Специально для наших телезрителей они выполнили фигуру, но, конечно же, в виде ромашки. После матча состоялась автограф-сессия. На этом спортивная программа дня не закончилась. Верхнюю солду ожидала дискотека на коньках на ледовом манеже стадиона «Старт». Девушки и юноши с удовольствием провели время на катке под зажигательную программу Екатеринбургского ведущего Евгения Захарова. Люди, катающиеся под куполом в цвете софитов, смотрелись очень красиво в белом. Итог спортивного дня подвел глава администрации Константин Ильичев. Та молодежь, которая положительна в нашем городе, которая занимается спортом, которая мечтает стать великими людьми в спорте, в искусстве, они сегодня получили шанс пообщаться с великолепными звездами, увидеть то, к чему надо стремиться, и получить тот импульс, который, может быть, и не хватает провинциальному городу. Но сегодня это все было. Было ярко в Салдинском небе в 237-й день рождения города и день молодежи. В воздух взмыли воздушные змеи различных форм и окрасок, они виляли по сторонам и размахивали пестрыми хвостами. Фестиваль полета над любимым городом свел воедино больших и маленьких романтиков. Ведь смотреть за парящим змеем – завораживающее зрелище, а умение управлять хвостатым другом вызывает и азарт, и чувство покорения стихии. Покорить маршрут литературной эстафеты по дорожкам парка вызвалось немало желающих. Выполняя разноплановые задания, участники эстафеты преодолевали одну остановку за другой. Безусловно, в этот праздник каждый нашел занятие по душе. Широкая салдинская душа развернулась на концертной программе «Лучшие для лучших» с участием творческих коллективов города, лауреатов и дипломантов, фестивалей и конкурсов. Разумеется, первая песня – «Аромашки». После часового концерта на сценическую площадку поднялись гости из Екатеринбурга – театр «Степ» Игоря Петухова. Профессиональные степ-танцоры выстукивали, словно разговаривали каблуками, повествуя национальные и классические истории из репертуара театра. Выступление артистов театра органично сочеталось с выступлениями арт-группы «Живые голоса», также из Екатеринбурга. Этот состав группы называют «Золотым». Пять исполнителей представили салдинцам новый формат музыки – акапелла. Все, что услышали горожане от классики до отечественных и зарубежных хитов, было исполнено только голосами. Живой звук, имитирующий музыкальные инструменты, никого не оставил равнодушным. Выступление было сильным. Участники группы в 2014 году были приглашены на Олимпийские игры в Сочи, где достойно представили Екатеринбург. Мы выступали на нескольких площадках, и на Красной поляне, и на Розахутор, то есть, ну, везде, во всех местах, где проводились. Где спортсмены отдыхали, да. Во всех озорных площадках. Да, да, да. Музыкантов-профессионалов мы спросили, что им слышится в голосе провинциального города. У меня слышится теплота. Очень хорошее впечатление, отзыв, теплые приемы очень. Люди поддерживают, как бы. Родные люди, что ли. Уральцы, мы все уральцы. Мы слышали в начале концерра очень много действительно звонких, хороших голосов, в прямом смысле. Поэтому, мне кажется, что голоса тут действительно искренние, добрые, и очень, очень приветливые, очень душевные. И позитивные, да, очень позитивно все. Ну и совсем на позитиве ребята поздравили Верхнюю Салду с Днем Рожденью. Завершал концертную программу танцор, музыкант и композитор Антон Зацепин, финалист фабрики «Звезд 4». И перед тем, как прогремел в небе над Салдой праздничный салют, нам захотелось перемотать пленку этого дня, чтобы еще раз прозвучали поздравления нашему трудолюбивому, красивому уральскому городу, а всех, кто отметил вместе с нами его день рождения. Всегда был такой хороший, красивый город у нас. Ну, что все мирного неба, как говорится, над головой. Самое главное. Стабильность. Не отчаиваться, кризис пройдет. Это временное явление. Бодрость, туха и, наверное, жизненных сил и энергии. Тут уже, как заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области, желаю Верхней Салде процветания, реализации намеченных планов, больших, обширных планов и вашего основного городообразующего предприятия, и руководства города. Поэтому успехов всем, здоровья, счастья, ну и благополучия. Я вам пожелаю постоянного развития, не останавливаться на том, что сделано. Быть всегда позитивными, всегда стараться улыбаться, помогать друг другу, любить друг друга, ну и, конечно же, заниматься спортом, чтобы быть здоровыми и веселыми. Город, чтобы развивался, да, благодаря и крупным предприятиям, которые здесь, и в СМПО «Ависмо», да, и в том числе этот кластер здесь очень глобальный, да, общероссийского масштаба, там «Титановая долина», в которую вкладываются серьезные деньги правительства области, и законодательное собрание одобряет это. Ну и, конечно же, чтобы жители были довольны, что они здесь живут, чтобы у них как можно было меньше проблем, чтобы дети были устроены и в детских садах, и в школах. Ну и, конечно, чтобы город в дальнейшем развивался, а руководство города у вас хорошее. С днем рождения, солдат! С праздником! Я думаю, что Верхняя Солда – это такой город, который рано или поздно станет максимально центральным в этом округе, максимально центральным, и вполне возможно, что сразу после Екатеринбурга будут говорить Верхняя Солда. Не какие-то другие города, а именно Верхняя Солда, потому что здесь есть все для этого, все для процветания. У вас уже есть все, так что желать вам нечего, просто развивайте в том направлении, в котором вы движетесь. Всех с праздником! Желаю всем здоровья, счастья, успехов нашему городу, любимому городу, процветания! Думается, что каждый, кто побывал на празднике, словно лепесток ромашки, унес порцию впечатлений от спортивных и культурных мероприятий нашего славного города.